Добрый вечер, с вами снова я из сериала «На вечер». Может, слышали, я вчера нашла труп? Нет, я этого не знала. Похоже, белые девчонки притягивают неприятности. В Провенстауне у залива обнаружили тело женщины. Огнестрел. Я сегодня нашла труп. Угостишь меня? Действие сериала разворачивается в небольшом прибрежном городке Провенстаун, на полуострове Кейп Кот, реально существующие места. И городок этот весьма и весьма свободный. Здесь вольгот для себя чувствуют пидорасы и лесбиянки. Постоянно происходят какие-то пидор-парады и карнавалы секс-меньшинств. А алкоголь и наркотики льются рекой. И считается это абсолютной нормой. Белый или черный? Даже не знаю. А она тогда была без очков. Почему вы были без очков? А вы сосали член в очках? Нет, не доводилось. В городе полно кафе и баров, где происходят постоянные тусовки. И порой кажется, что это место не знает серых будней. Та же история и с наркотиками. Если знаешь, где достать, то проблем с кайфом никаких. Джеки молодая женщина работает кем-то вроде полицейского в сфере рыболовного надзора. Она и ее напальник и еще несколько человек следят за любыми незаконными действиями, связанными с рыбой и морепродуктами. Но и вообще правонарушениями на воде. Хотел сказать на ней кулон со словом «Люкас». Это какое-то имя? Твою мать. Джеки, она лесбиянка и сейфак нарисовался не вот откуда-то, а был присущ героине еще с юности. Детство девушки нельзя назвать особо счастливым. Отец алкоголик и наркоман. Вечные ссоры в семье. Все это привело к тому, что в настоящем Джеки практически не общается с семьей. А еще любит пес дошлифовать. На фоне постоянного употребления алкоголя и наркотиков, Джеки то и дело попадает в разные переделки. И только благодаря напарнику Эду, взрослому мужчине, для которого девушка как дочь. Она еще не уволена со службы. Тот постоянно прикрывает ее лесбийское очко и заступается. А все потому, что не считает героиню конченным человеком. Любит ее и постоянно просит заканчивать с вредными привычками. Джеки также любит Эда, но живет так, как ей нравится. Не считая, что у нее есть проблемы. Любишь танцевать для своих дегенератов? Обожаю. Дразнишь их своей писькой? Да. А у тебя такая шлюха? Ну, у меня самый лучший член, конечно. Так? Конечно. Эта история начинается с того, что Джеки в очередной раз наебинившись и употребив наркотики, выходит утром провериться от очередной любовницы и на берегу обнаруживает труп девушки. Естественно, она вызывает полицию. Да, тотально это сериал о наркотиках, о том, что они делают с людьми, о том, на что способны люди, чтобы их достать, о том, как тяжело соскочить со всей этой темы и даже практически невозможно, о том, как страдают близкие, но и о том, что наркобизнес – это целый мир и сложная система. Наркотики – это как русская рулетка. Сегодня ты жив, а завтра тебя нет. Причем это касается и тех, кто употребляет, и тех, кто ведет этот бизнес. Сериал очень откровен, и вас будет ждать много постельных сцен и просто обнаженных тел. Поэтому тот, кто обнирает даже от поцелуев, у кого встает или мокреет, не уверен, что стоит начинать его смотреть, во избежание ярлыка. Не сериал, а сплошной разврат. Я абсолютно спокойно отношусь к постельным сценам на экране и даже приветствую их. Главная героиня лично мне поначалу совсем не понравилась. Какая-то убитая наркоманка без цели в жизни. Еще и лесбука к тому же. К слову, в сериале очень много лесбиянок. Чуть ли не каждая баба – лесбиянка. Дашь ключ от кладовки? Серьезно? Что? Членов не видела? Я золотая звезда. Значит, точно видела Дилды. В сериале с самого начала присутствует ненормативная лексика, пропаганда, наркоты и всего такого прочего. Но и буквально с первых минут начинается интрига. Сериал, который стоит посмотреть хотя бы из-за прекрасной актерской игры. Да, в нем нет ничего выдающегося, но он смотрибельный. Жаль, что такой достойный сериал прошел практически незаметно для зрителей. По крайней мере, никто из всех моих многочисленных знакомых его не смотрел. С вами был я, Коллегула. Оставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока и не торчите.